Их преследовали, унижали и называли убийцами. После того, как людей ставили на колени, сотрудников спецподразделений, и обплевали. Одна власть предала, а вторая обплевала. И забрала имя, забрала вообще все святое. То есть втоптала в грязь их и их семьи. То есть я думаю, что вряд ли кто-то откликнется на этот призыв. До февраля 2014 года подразделения «Беркута» составляли силы специального назначения МВД Украины. Бойцов в эти подразделения отбирали с особой тщательностью. Они проходили строгие тренировки. Однако Киев обвинил их в массовом разгоне демонстрантов в ноябре 2013-го, а также в стрельбе на Майдане. И разжаловал дальнейших чинов. Но теперь Киев изменил позицию и просит «Беркут» о помощи. Те события, которые развернулись в Киеве в ноябре-марте, они заставили многих переосмыслить свое отношение к служебному долгу, к служебным обязанностям. Я думаю, что и та травля, которая развернулась в отношении сотрудников «Беркута», которые выполняли приказы власти, как они и сейчас выполняют эти приказы, поспособствовала тому, что люди просто не увидели в новом правительстве тех, кто будет выступать за них. Власти в Киеве заявляют, что настало время простить и забыть взаимные обиды. То есть забыть об избиении сотрудников «Беркута» на Майдане и о том, что затем революция заставила их встать на колени и покаяться. В заявлении МВД Украины говорится, что пора забыть все взаимные обиды и личные амбиции. Оно призывает бывших сотрудников «Беркута» защищать новую администрацию в Киеве. Думаю, это вновь указывает не только на лицемерие киевской администрации, но и на то, насколько она отчаялась, потому что ей не хватает людей в силовых органах, армии и милиции, которые бы ее поддержали и сохранили ей власть. В заявлении власти призывают дать отпор агрессии и спасти единую Украину. Однако бывшие бойцы «Беркута» не спешат отвечать на этот призыв, который они рассматривают как панику со стороны правительства, не способного контролировать крупные части своей страны. «Сотрудники подразделений и ветераны расценивают это как гнусную дешевую петицию, которая еще раз подтверждает, что новоиспеченная власть, самоизбранная, беспомощна в данный момент». На востоке Украины ситуация обостряется, и все больше бывших беркутовцев переходит на сторону протестующих. У бойцов свежи воспоминания об унижениях, перенесенных из-за нынешних властей в Киеве, которые сейчас просят их забыть об этом. Но для многих это просто невозможно. Полослиер, РТ, Славянск, Восточная Украина. РТ, Славянск, Восточная Украина.